Всем привет, друзья мои, с вами я Светлана Ата. Друзья мои, я вчера ходила к косметологу и сделала перманент губ. Сейчас у меня в процессе заживления, такие губки у меня будут, мои дорогие. Так что, вот чем хотела порадоваться с вами. Кто-то может это не удивиться, потому что это делает каждый раз, постоянно. Но я это делаю впервые, за 50 лет я делаю это впервые, признаюсь. Для меня это было, казалось, что это могут себе позволить только богатые люди. И да, у меня было полно заморочек тоже. Ну а сейчас я стала финансово независимой. И слава Богу, спасибо Богу и Вселенной, могу себе тоже это позволить. Добро пожаловать на мой канал и не забудьте подписаться. Погода сегодня в Мерсине такая, прям плакать хочется. И события тоже в мире нехорошие. Но вы сами знаете, что произошло, что происходит сегодня в наше время. И каждый человек, проживающий в этом мире, только за мир. Никто не хочет войну. И у нас сегодня в час дня был прямой эфир, где мы общим агрегором 4000 женщин рисовали за мир. Я покажу сейчас вам этот рисунок. Вот этот рисунок, благодарность, благодарна миру за всё. И самый большой круг, это мир во всём мире. 4000 женщин рисовали в прямом эфире. Мы сегодня ходили также делать документы для получения гражданства Турции. И я, когда увидела объявление, что в час в прямом эфире нужно рисовать эту тему, я так торопилась. И благодаря всему Богу, Вселенной, у меня получилось поприсутствовать на этом прямом эфире. И наши друзья, Наталья с мужем, они должны уезжать в Украину. Мы хотели, помогали сегодня покупать билеты. Билеты-то купили, пока никаких ограничений нет, но посмотрим, как будет потом всё. Мы сегодня ходили в город для того, чтобы найти переводчика грузинского на турецкий и перевести моё свидетельство о разводе, которое необходимо предоставить для получения гражданства Турции. И сможем потом, походили, увидели, что там можно в центре, можно намного дешевле купить кое-что. И почему бы не воспользоваться этим. Сейчас я вам покажу, что мы купили. Камеру я направила на покупки наши. В первую очередь, мне мой муж порадовал. Чечекли. Эти цветочки, среда я подняла немножко настроение. Купили курицу. Чек покажу. Купили много чего. Чтобы уже заполнить весь холодильник. Кто-то говорит, что вообще ничего не покупаете, не показываете. Ой, пожалуйста. Это канаты. Они там по 40 литров за килограмм. Также мы купили 2 килограмма грудки. Сегодня куриная у нас такая. Все куриная. Да, килограмм печени куриной. 17 литров килограмм там стоит. 17 литров килограмм. Я сейчас рассосну по курочкам. Маленьким. Не буду переживать уже ни о чем. Ну, так же мы взяли вот такие вот бедрышки. Канаты дороже всего. 40 литров килограмм. Эти, по-моему, по 30. И 42 лиры стоит куриная куриная. Вот, мои дорогие. Вот такие мы взяли покупки. Еще что мы купили? Да, еще мы купили с мором. Сливки купили. 90 литров килограмм для кофе. Пока у меня губки заживают, мне нельзя горячее. Мне нельзя острое. Мне нельзя чай, кофе. Только через трубочку, чтобы пигмент мой не окрасился. Такие кубки у меня красивые. Мне очень нравятся. Мужу моему нравятся. И ботокс я не хотела. Конечно, я очень переживала, как мой организм отнесется к этому пигменту и народному телу. Я выпила с утра антигистамины. На ночь выпила и пошла. И еще принимала цикловир трое суток. Я сейчас продолжаю курс лечения. И когда чуть-чуть вела пигмента, Катенька моя, я попросила ее остановиться на 5 минут. И потом продолжили. Потом у меня, видно, была какая-то реакция. Начала трусить меня. Такая, знаете, местная. Видно, паника может быть. Хотя я так спала и спала от моих антигистаминных. И все прошло обалденно, хорошо, безболезненно, стерильно, профессионально. Но я пришла домой в 2 часа, ушла в 10. Но мы пока кофе попили, полялякали, поговорили. И вернулась домой. Мой муж не заметил так сильно. Мой муж не заметил. Я такая безумно счастлива. Сейчас я буду искать специалиста, чтобы сделать перманент бровей. Почему? Потому что вот это все время крашение, это не то. И я хочу уже сделать пыльное вот это окрашивание, как называется, по-моему. Так что вот такие вот дела, мои дорогие. Наши документы отправили в Ангару. Потому что вот здесь в Мерсине нет переводчика с крузинского на турецкий. И сказали, что документы будут уже в понедельник готовы. Но мы пойдем заберем и, наверное, поедем уже подадим все наши документы. И за эту услугу 350 лир надо будет заплатить. Вот так вот. Перевод 150 и 200 заверит нотариусам. Такие вот дела, мои дорогие. А нотариусам даже больше. Даже больше обойдется. Они попросили в офисе 350 и нотариус еще 200. Вот так вот. 500 лир, получается, мой документ один. Ну а что делать? По-другому никак. Погода. Смотрите, какая нехорошая. Как будто она переживает то, что происходит в мире. Ну, дождя нет, но пахнет дождем. Покажу вам мои цветочки, которые радуют только. Такие красивые, да яркие они. Я этими днями занималась уборкой, стирала занавески, мыла окна. Все, как говорится, я приготовилась к весне. Даже тут открылись, распустились мои цветочки. Стараемся молиться за всех наших братьев и сестер, которые находятся в таком состоянии и положении. Будем надеяться, что все закончится очень скоро. Забыла вам сказать, сколько это все стоит. Вот чек. 221 лиры. Ну, смотрите, я считаю, что это очень классно. Мы же это не за один день сидим. А сейчас приступлю к готовке ужина. Вот такой красивый рисуночек. За мир во всем мире. Пусть будет мир во всем мире. Пусть будет мир во всем мире.